Гейзерная кофеварка или МОКО кофеварка или кофеварка Биолетти. На первый взгляд выглядит сложным устройством, потому что есть несколько раскручивающихся, вставляющихся друг в друга частей. Однако, я бы сказал, что это самое дешевое и самое простое устройство для дома, чтобы получить крепкий кофе. Не настоящий эспрессо, конечно, потому что тут просто недостаточное давление. Однако, в разы крепче, чем во френч-прессе или в капельной кофеварке. И сейчас я пошагово покажу, как на ней готовить, а затем дам пару советов по уходу и обслуживанию. Так, ну собственно, вот наши три части. Первый шаг, берем нижнюю часть, нижнюю чашу и нам надо налить в нее воду. Тут обратите внимание, что есть вот такая штука, на ней эта штука аварийный клапан. Если что-то пошло не так, очень большое давление внутри создалось, чтобы ее не разорвало, через этот клапан аварийный выйдет пар и сбросит давление. Отсюда логичный вывод, что наливать надо до уровня вот этого клапанка. Наливать меньше можно по вкусу, чтобы была более такая крепкая консистенция. Это как бы ничего страшного не произойдет. Все, готово. Теперь берем вторую часть, это фильтр, собственно, куда кладется молотый кофе. Кофе можно брать любой молотый из супермаркета. Лучше не использовать помол для турки, он так называется для турки, потому что он слишком мелкий, и через такую плотную массу может не пройти вода. Если молите сами дома, то можно использовать, опять же, почти физически любой помол. Именно помолом вы будете регулировать крепость кофе. Мелкий помол, больше давления, крепче кофе. Засыпаем кофе. Производитель рекомендует его не трамбовать. Однако он перестраховывается просто, чтобы, опять же, попасть из того, что давления не хватит, чтобы продавить эту кофейную таблетку. Немножечко вот так вот притрамбовать, примять ложкой можно по вкусу. Опять же, если хотите получить еще более крепкий кофе. Но, опять же, вот если вы так все-таки затрамбуете, то следите внимательнее. Потому что, если начнете готовить, и вода долго не идет, ну, значит, что-то не то. И надо бы, ну, разобрать, остановиться. Так, все. Навинчиваем последнюю часть. Закручиваем пара пши. И ставим на огонь. Включаем плиту. Тут небольшое пояснение. В гейзиной кофеварке не пар проходит через кофе, а горячая вода. Вообще никогда кофе не заваривается паром, потому что он слишком горячий, кофе пережжется. Это будет просто горькая, невкусная вода. Пар нужен только для того, чтобы выдавить горячую воду. Он находится вот в верхней части нижней чаши и выдавливает горячую воду наверх. Отсюда, как бы, главная опасность гейзерной кофеварки – пережечь кофе. То есть, не допустить того момента, когда пар пойдет через кофе. Для этого, на самом деле, можно открыть и наблюдать за процессом. И как только пойдет горячая кофе, выключить или вообще снять с плиты кофейник. Соответственно, вот на таких плитах, да, индукционных или на газовых, где можно легко и быстро регулировать температуру конфорки, там можно выставлять сразу максимальный огонь, чтобы он быстрее раскочегарился, этот кофейник. А потом убавить или совсем выключить. А вот на электрических плитках, там, где инертность очень большая, там лучше выставлять изначально среднюю температуру, там, тройка и четверка, потому что вы там не сможете резко снизить температуру конфорки. Итак, все, ждем. Вот так вот это все выглядит. И так вот это все выглядит. Продолжение следует...